привет друзья всем привет это александр шимитихин и спортех тв сегодня у нас в гостях наш велоэксперт брусницин павел паша привет мы продолжаем обзоры велосипедов merida 2020 года и сегодня у нас очередной велосипед из линейки сайлекс это сайлекс 300 паша что можешь сказать об этой модели ну мы уже рассматривали да в предыдущем выпуске видео велосипеды к класса грэвел я повторюсь что-то велосипеды для езды по любым дорогам то есть по грунтовым по асфальтовым по слабо пересеченным то есть образно говоря велосипед для свободного туризма где хуже там еду вот ну и не конечно же никто не говорит что нельзя ним кататься в повседневном цикле абсолютно как бы нормальное явление как можно определить что это велосипед для туризма во первых выделяет геометрия рамы здесь она предназначена для комфортной посадки заниженная верхняя труба увеличенный угол рулевой трубы то есть получается мы сидим выше сидим комфортный и удобный вот сама по себе рама здесь алюминиевая в этом конкретно в этого конкретно велосипеда вилки карбоновые ставят на них рама оборудована соответственно креплениями под багажник можно здесь вот видеть ушки отойти и вилки и соответственно крепление под передние багажнике сумки и так далее ну соответственно ничего не мешает навесить такое дополнительное оборудование здесь в этих местах вот смотри возник вопрос просто вот с первого взгляда рама какая-то несуразная ну вот пускай по мне да то есть вроде как велосипед дорожный рама байк и получается некий что-то там гибрид для для чего вот для чего сделано то есть в принципе баран там колеса дорожная рама байк то есть что-то надежность это или удобство посадки удобство посадки прежде всего нежно здесь скажем так избыточная надежность в данных моделях на избыточная прочность она как бы ну не нужна в общем то хотя как бы нагрузки могут быть разные в том же туризме то есть могут быть и если похода 20 килограммовый 40 килограммовый ездишь по различным дорогам и так далее все-таки запас прочности должен быть но он должен быть адекватный обвешиваешь велосипед еще все равно нагрузка дополнительно согласен но это все должно быть в адекватных пределах то есть они не как бы вы посмотрите на сами трубы то есть они бы не я бы не сказал по ним что не какие-то как бы имеют супер прочности сравните рубы старт destroyer это вода труба и оператор знаешь шоссе из шоссейный ра хорошо и сравнивать но нужно сравнить этот велосипед шоссе ником это разные классы то есть все-таки это ближе к байку чем вообще да вообще-то как бы да то есть это ближе как бы у байку чем шоссе в принципе от класса велосипедов ближе к мутин байку по трансмиссии наверно да но трансмиссии в данном случае вообще трансмиссию вам никто не мешает поставить вы хотите но в данной комплектации идет apix ram 1111 с ведущей звездой на 44 да но вот предыдущих моделях был двойник вот в этой модели стоит сингл 44 звездой что намекает как бы на то что можно хорошо валить по асфальту скорость до колеса здесь стоят камерная то есть то есть бескамерно как бы не зареги не регламентированном покрышки только покрышки только покрышки ты сами-то обода как бы не предназначены ну попробую всегда можно колеса на промах здесь что как бы тоже плюс скажем так иметь колеса на промо подшипников стоковой комплектации механические тормоза trp также в стоковой комплектации что тоже лучше чем даже с которыми на южные вот бренда в принципе зарекомендовавший себя на больше на поприще именно кроссовых велосипедов на поприще как бы шоссейных бодных тормозов считаются как бы очень надежными и в целом как бы популярными нас среди как бы велокроссов велосипедов но еще тут минимальное уже отличие но поставили более допустим к вот такой красивый вынос на он более залезанный более визуально эргономичный чем обычный вынос как бы идет некоторое некая борьба еще за стиль с годом из года в год как бы велосипеды все становится привлекательнее визуально как бы технических каких-то как бы преимуществ на мой взгляд здесь не будет принципиальных особо наверное что какие то есть момент но как бы не это сложно обозначить адекват вот в целом по комплектации принципиальные все моменты и мы обозначили то есть тут как бы чего-то сверхестественного нет ну хорошо для кого кому бы ты рекомендовал приобрести такой велосипед класс туристов то есть если вспомнить раньше люди пытались мутинбайков сделать адаптировать их под более длительную езду с грузом с багажниками сам сумками пытались там ставить всякие рога на руль там рули меняли на баран и прочее некоторые велосипеды выпускали просто а-ля гибрид на такого класса велосипеда сейчас есть просто готовое решение для этого которая выбрала в себя все вот эти запросы воедино и что и какой выдал вот такой вот продукт вот интересно на самом деле попробовать потому что ехать он скорее всего должен реально везде отличие от того же допустим шоссейник про туризм уточню то есть но у некоторых может быть разное понимание этого слова да здесь туризм понимают они сработали то есть это как именно уже переходы то есть это походы какие-то непродолжительные да да можно и продолжительные почему не продолжительные то есть именно уже такая серьезная нагрузка да но повседневное использование никакому не вредит то есть пожалуйста повседневно катайтесь по городу без проблем это даже будет быстрее чем на город самом деле если вы опять же ездите по асфальту по дороге чем на шоссе ну может быть в городском цикле до в городском цикле может быть удобнее тут все как бы индивидуально в общем это туре то это основной клиент это турист получается основной потребитель да ну и туристы человек который не хочет заморачиваться за шоссейники но хочет при этом принципе ездить везде ездить везде быстро за исключением допустим сильно сложных рельефных мест до будем так называть то есть где допустим для которых предназначены уже велосипеды с ходами с подвеской на таких моментах наверное на нем не так уже будет комфортно скорее всего однозначно ближе дорожный велосипед чем до дорожные но дороги разные у нас бывают поэтому как под разные дороги хорошо друзья по цене этот велосипед эта модель у нас стоит 77000 но это уже специализированный велосипед под определенные потребности поэтому здесь цена она вот такая но и традиционный наш тест на вес сейчас мы вам покажем сколько весит этот велосипед друзья ну что на наших весах вес этого велосипеда получается 10 120 это примерно так же как заявленного производителя на 10 10 с копеек на 10 для ростовки м к то есть но здесь все четко хорошо паша спасибо тебе за информацию друзья спасибо вам за внимание если у вас остались какие-то вопросы пишите свои комментарии если это видео было вам полезно ставьте лайки подписывайтесь на наш канал всем пока покупайте правильные велосипеды